здравствуйте с 1 октября начался осенний призыв о его особенностях мы говорим сегодня с военным комиссаром города сергиев посад и сергиев посадского района московской области александром мироном александр юрьевич здравствуйте здравствуйте начинается у вас тяжелое время время призывной кампании тяжелое и ответственное но мы понимаем что молодые люди старше 18 лет потенциально подлежат призыву на срочную военную службу если у них нет ряда каких-то ограничений о чем вы нам надеюсь расскажете ну давайте начнем вот с чего когда ждать молодым людям повестки ну как правило военный комиссариат повестки рассылает до начала призыва за один месяц это в сентябре месяце это происходит для того чтобы призывники прибыли военный комиссариат и мы провели их непосредственно изучение при личном общении для это происходит для того чтобы выяснить подлежит ли призывник призыву обучается он в каком-то и учебного заведения рассчитывать нам на этого призывника ну для этого вот мы их вызываем то есть это такая предварительный разговор предварительно разговор до приличном общении можно немножко вот как бы перефразирует то есть те кто получили повестки в сентябре это не сто процентов что они сразу придут пройдут комиссию едут войска нет нет призыв начинается с 1 октября эти призывники приходят мы с ними беседуем изучаем даем направление на для прохождения медицинских анализов и после того как они все это проходит после начала призыва 1 октября они прибывают на заседание призывной комиссии и уже тогда выносится решение их медицинскому состоянии здоровья и они призываются в ряды вооруженных сил но давайте определим категории которые в принципе не подлежат призыву наверное есть и такие но призыва не подлежат граждане не достигших 18 летнего возраста или наоборот достигших 27 летнего возраста и не проходивших военную службу по различным причинам также не подлежат призыву отбывающие наказание в виде исправительных работ лишения свободы имеющие неснятую и не погашенную судимость и вот на лица в отношении которых в данный момент ведется следствие или какой-то то есть если у человека проблема с законом он не призывает человек не призывает это вот изначальные такие положения но есть еще отсрочки которые предоставляются молодым людям по тем иным причинам вот тоже категории отсрочек какие они народ а отсрочки предоставляется ли гражданам которые после окончания обучения в школе поступили высшие учебные заведения или граждане которые до окончании их него обучения и если гражданин после 9 класса поступил в техникум или колледж тоже предоставляется срочка до окончания колледжа или техникума также есть еще отсрочки если гражданин имеет двух и более детей если он является опекуном за престарелыми родителями поступивших на военные на службу в органы внутренних дел или другие органы после окончания обучения высших учебных заведений этих органов имеющих ребенка и жену срок беременности который составляет не менее 26 недель александр юрьевич скажите пожалуйста вот если молодой человек получил повестку с какими документами он должен прийти в военкомат что у него должно быть на руках но в данный момент у гражданина должно быть приписное свидетельство которое он должен был получить в 17 лет военном комиссариате и паспорт и с этими документами этими документами он должен в назначенное время в повестке прибыть военный комиссариат получить личное дело и проходить уже призывную комиссию вот расскажите просто по-человечески что там происходит обычно всех бугает вот самый момент прибытия в военкомат и просто если не будут понимать что там может быть будет более не знаю такое отношение не тягостные но ребята приходят военный комиссариат 120 кабинет получают личное дело и идут проходить призывную медицинскую сначала медицинскую комиссию в военном комиссариате существует специальная медицинская комиссия которая состоит из врачей специалистов это врач хирург психиатр и невропатолог терапевт офтальмолог они смотрят парня прямо там тогда они про и предварительно проверяет его состояние здоровья и если человек не изъявил состояние жалобы на свое состояние здоровья то ему ставится категория годности которую врачи определяет военкомате и он прибывает на заседание призывной комиссии на заседание призывной комиссии выносится решение о призыве его в ряды вооруженных сил или предоставление отсрочки если призывник где-то обучается или какой каким-то причинам имеется право на отсрочку александр юрьевич тогда поясните вот если вы сказали если он не изъявил никаких жалоб а если он какому-то врачу пожаловался что а у меня вот здесь вот и есть такое-то заболевание или а меня беспокоит вот такие-то проблемы что дальше но если врач не может его на месте освидетельствовать то ему выдается направление на стацион или стационарное обследование в центральную районную больницу и вынкну военкомат выдает направление едва акта при прохождении медицинского освидетельствования нас в стационаре или в любой из других больниц амбулаторно да эти акты врач заполняет подписывается главным врачом ставятся все печати гербовые что это не где-то он это сделал такой документ а именно в районной больнице и он прибывает военкомат на повторное прохождение медицинской комиссии и врач уже выносит решение призывать его или какую-то определить ему степень годности другую хорошо то есть призывника для если его что-то беспокоит это нормально попросить у врача направление на любой призывник может вправе изъявить желание жалоба но чтобы его проверили более серьезно и он хочет чтобы его проверили и поэтому наша медицинская комиссия обязана дать направление призывнику для обследования хорошо александр вы сказали выносится заключение о категории годности их я понимаю несколько годен годен с незначительными ограничениями ограничено годен вот вот в чем разница да но годен эта категория степень годности а это годен во все виды вооруженных сил существует не знаю сгоден с незначительными ограничениями это значит в категории b это призывник не годен для прохождения службы в рядах воздушно-десантных войск какого-то специально войск специального назначения а годен сухопутные войска войска национальной гвардии войска мчс а ограничено годен к военной службе это ну как раньше говорили это не годен в мирное время а годен военное время это призывник получает твои ну зачисляется в запас получает военный билет и не идет служить в армии но есть еще категория до временно не козин здесь в чем тигуре за это временно не годен это если у призывника есть на данный момент призыва есть какое-то незначительное заболевание который в течение полугода можно вылечить поэтому ему дается степени г под состоянием здоровья временно не будем к военной службе а через полгода он приходит и проходит опять медицинской комиссии по тем заключениям которые ваша призывная комиссия медицинская комиссия дает молодым людям большой процент отсеиваются по состоянию здоровья ну как правило из десяти человек где-то человек пять-шесть по состоянию здоровья признается ограниченной годен к военной службе а вот ваше пожелание тем кто сейчас с повестками на руках призывникам их родителям что можете им сказать уважаемые призывники их родители у меня к вам большая просьба не бойтесь приходите военный комиссар комиссариат города сергиев посад и сергиев посадского района московской области по полученным вами повесток если те призывники которые не получили повестки но очень хотят прийти в военкомат и пойти служить в армии мы вас очень ждем родители которые боятся отпускать одних призывников приходите военный комиссия комиссариат я всех вас выслушаю и мы с вами примем решение пойдет ваш сын служить в армии или предоставим его отсрочку по каким-либо причинам спасибо за внимание спасибо александр юрьевич за этот рассказ я напомню что мы сегодня говорили с военным комиссаром города сергиев посад и сергиев посадского района александром бироновым говорили о начале военного призыва и его особенностях всего доброго и до встречи одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды перорос александр юрьевич и Субтитры создавал DimaTorzok